Мы накопили очередную стопку вопросов от подписчиков и приготовили ответы для вас. Вы на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Погнали. Итак, если вам отказали в ВНЖ, каковы ваши действия? Вам нужно выехать из страны в течение 10 дней. В какого же момента начинается отсчет этих 10 дней? И здесь начинается классическая Турция. По закону 10 дней начинаются с того момента, как вы получили официальное уведомление по почте на бумажном носителе. Не SMS-уведомление, не электронное письмо, не электронную почту, а именно письмо по почте. Но есть одно большое НО. С момента полученного отказа в системе и до момента, как вы получите письмо, может пройти минимум 2 недели из-за большой загруженности ГЕЧ. Поэтому, если вы решили все же ждать официальное письмо через почту, то при выезде из страны пограничникам сразу же вываливайте все свои документы и старые карточки ВНЖ и письма из ГЕЧ. Потому что сами они у вас ничего не попросят и сразу начнут выписывать штраф. Но вы будьте настойчивы. Тогда, скорее всего, они возьмут ваши документы, отойдут в какой-то кабинет и выйдут со словами «Тамам». Да. Значит, все хорошо. Штрафа нет. Вы также можете еще сходить в ГЕЧ и забрать письмо там. Так будет быстрее. Это если вы спешите поскорее выехать и готовы поспорить с пограничниками при выезде. Самое главное – проявлять свою настойчивость, но ни в коем случае не скандалит. Следующий вопрос. В какого дня начинается отчет просрочки без виза после получения отказа ВНЖ? Здесь на примере. Если у вас 60 плюс 30 дней и в конце 60 дней, ну, допустим, на 59-й день, вы подали заявку на ВНЖ на сайте, то счетчик без визовых дней на этом останавливается. До момента принятия решения по поводу вашего ВНЖ вы на территории Турции совершенно легальны. Даже если у вас до сих пор не назначена дата рандеву. Вы все равно легальны. Следующий вопрос. Если после получения отказа ВНЖ я останусь в Турции нелегальной до трех месяцев, будет ли у меня отказ на въезд? Если нарушение миграционных правил у вас лично происходит впервые, то вы просто заплатите штраф в аэропорту как новичок. Если же нарушение повторное, то помимо штрафа налагается запрет на въезд в страну в зависимости от срока просрочки пребывания в Турции. Обычно это происходит по следующей схеме. За просрочку до трех месяцев запрет на три месяца. За просрочку от трех до шести месяцев запрет на три-шесть месяца. От шести до года запрет на год. Ну и так далее. Максимальный срок запрета на пять лет. А еще был вот такой вот вопрос. Допустим, я сейчас покупаю билет в Стамбул, Канкун, Стамбул на конец февраля. Мне приходит отказ ВНЖ. Я просрочил с момента отказа 25-30 дней. Оплатил штраф в аэропорту или в налоговой после похода в ГЕЧ перед вылетом. Меня по идее выпускают, потому что все оплатил и вынужден покинуть страну. Но у меня обратный билет через неделю или две в Стамбул. Но если я возьму из Стамбула в Канкун в одну сторону, или потом из Мексики в другую страну, то уркиши аэрлайн смогут не посадить на рейс, мотивировав тем, что обратный билет. Такой вопрос. Ну вот такой вот был вопрос. Ну а насколько мы поняли из текста вопроса, наш ответ будет таким же. В любых обстоятельствах после оплаты штрафа за просроченные дни пребывания в качестве транзита проезжать страну вы можете. Но, естественно, дальше транзитной зоны вас не выпустят. И не посадить вас в самолет в третью страну тоже не смогут. Какие основания? Следующий вопрос. Какие родственники подходят под правила воссоединения с семьей для получения ВНЖ? Муж, жена и дети до 18 лет. Если вы мама или папа ребенка 18 лет, то, к сожалению, претендовать на ВНЖ по воссоединению уже не сможете. Следующий вопрос. Можно ли как-то вернуть деньги за госпошлину, если был получен отказ ВНЖ в Турции? Да, вы можете вернуть уплаченный налог. А как это сделать, вот здесь в НЖ посмотреть мы недавно рассказывали. Следующий вопрос. Если я переехал в другой город в пределах одной провинции, что нужно делать? Если ваш переезд произошел в рамках одной провинции, то в течение 20 дней необходимо сходить в ГЕЧ и сообщить о смене адреса. Ну и, конечно, перепрописаться. Следующий вопрос. Как въехать в Турцию, если закончились безвизовые дни? Для этого необходимо оформить бумагу с названием «Шартлы Гириш». Дословно «Шартлы Гириш» значит «въезд с условием». Условие одно. В аэропорту вы подписываете бумагу, где берете на себя обязательство, что в течение 10 дней обязываетесь подать заявку на ВНЖ. С этим документом, даже если у вас не осталось законных безвизовых дней, вы имеете право сделать еще один въезд в Турцию, чтобы подать документы на ВНЖ. И в этот момент в Турции вы будете не в качестве туриста, а в качестве резидента. А если же вы этого не сделаете, то при выезде вы в любом случае заплатите штраф и вам поставят запрет на въезд на определенный срок. Следующий вопрос. Есть ли какой-то документ, который выдается на руки, пока печатается карточка ВНЖ? Да, есть. После того, как вы подали на вид на жительство и вам его одобрили, вы можете взять специальную бумагу, заменяющую вам карточку и комет. Временно, пока сама карточка еще к вам не пришла на руки. Называется эта бумага «Икомет из Ни Мураджаад Белгиси». В этом документе будут указаны все данные вашего будущего икомета, включая его номер. Его можно распечатать с сайта ГЕЧ или взять с личной миграционной службы. Следующий вопрос. Восмотрение заявки еще не началось, хотя прошло уже много времени. Что это может значить? На то может быть несколько причин. Вашу заявку и правда долго рассматривают из-за большой загруженности сотрудников. Либо сотрудник забыл обновить статус в электронной системе. Либо же тупит русская версия сайта, поэтому перейдите на турецкую версию и посмотрите статус заявки там. Следующий вопрос. Статус заявки сменился на «Одобрен», но на следующий день вновь появилась надпись «Заявка находится на рассмотрении». Что это значит? Если появился статус «Одобрено», то значит ваша карта перешла в стадию печати. И часто на этом этапе система вновь выдает статус на рассмотрении. В этом случае, чтобы убедиться, что все в порядке, можете найти номер своего кинлика на сайте проверки ID иностранцев. Заходим вот на этот сайт. Вбиваем ваши данные как в заявке. Если вам одобрили ВНЖ, то вы уже есть в системе Ньюфа в Федоресе. Просто ждите. Следующий вопрос. Мою карту не доставили. Где искать пластик? Если почталин не застал вас дома, то карта отправляется в районное отделение почты. Если у вас нет трек-номера отправления, попросите найти письмо по фамилии получателя. Ну, когда придете в это вот отделение почты. Иногда это срабатывает. Если все же просят трек-номер, то звоните по номеру 157 и объясните свою проблему и попросите трек-номер. И вообще не стесняйтесь звонить по номеру 157 и задавать все интересующие вас вопросы оператору на родном языке. А пока подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить полезные видео. Нажимайте колокольчик, ставьте лайки. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. Обратная связь в комментариях и через почту, указанная под видео. Также под видео есть наш сайт, куда вы можете обратиться за помощью в аренде квартиры. Все их обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok